Друзья, всем привет! С вами снова Азат, это по-прежнему канал Автосправочная. В этом видео я хочу рассказать о том, какие законопроекты, касающиеся водителей, планируют рассмотреть в Госдуме в ноябре 2022 года. Некоторые из них были запланированы к рассмотрению еще в сентябре и в октябре, но были перенесены. Некоторые планируются рассматривать впервые. В частности, первый законопроект, про который я уже ранее рассказывал, это изменение сроков действия полисов ОСАГО. Я напомню, на сегодняшний день стандартный срок действия договора ОСАГО это один год. Единственное, вы можете при оформлении полиса ОСАГО в нем указать срок эксплуатации транспортного средства не один год, а 12 месяцев, 6 месяцев, либо 3 месяца. То есть, так называемая сезонная эксплуатация. Однако, это не особо выгодно автовладельцам, потому что, к примеру, если вы оформляете полис ОСАГО всего на 3 месяца, то есть в 4 раза получается меньше, чем целый год, при этом действует понижающий коэффициент не 0,25, а всего лишь 0,5. То есть, полис у вас будет действовать четверть года, а по факту заплатить его получается как за полгода. Кроме того, многим автовладельцам различных ситуаций, к примеру, при покупке автомобиля, при его перегоне куда-то в соседние, в дальние регионы, часто бывают нужны полисы ОСАГО с иными сроками действия, чем на целый год. Именно поэтому в июне 2022 года в Госдуму был внесен соответствующий законопроект, внес его депутат партии ЛДПР Ярослав Нилов. Согласно тексту этого законопроекта предполагается, что на усмотрение автовладельца, вернее, страхователя срок полиса ОСАГО может быть кратным одному месяцу, то есть от одного месяца до 12 месяцев. Первое чтение этого законопроекта, согласно календарю Госдумы, запланировано на ноябрь 2022 года. Кстати, если вам нужно купить или продлить полис ОСАГО, сделать это вы можете по ссылке в описании под этим видео. Далее, второй законопроект, который также запланирован на ноябрь, который планировалось рассмотреть изначально в конце октября, но его перенесли, это нашумевший закон о лишении прав по состоянию здоровья. Речь идет о запуске единой информационной базы между МВД и Минздравом России. Соответственно, когда человек будет обращаться в различные медучреждения за медицинской помощью, либо для медосмотра, в случае, когда у него будут выявляться различные зависимости, к примеру, алкогольная или наркотическая зависимость, а также болезни и состояние здоровья, при которых управление транспортом должно быть либо ограничено, либо полностью запрещено, эту информацию медики будут обязаны загружать в эту информационную базу, в этот реестр. Соответственно, после этого ее получат в МВД и действие водительских прав такого водителя будет временно приостановлено. После этого, не позже, чем в течение двух месяцев, такой водитель должен пройти в неочередной медосмотр. Если после этого медосмотра его диагноз не подтвердится, то права ему вновь обратно вернут, и он сможет продолжить эксплуатацию транспортных средств. Если будет выявлено, вернее подтверждено ограничение по состоянию здоровья, то человеку придется заменить водительские права, к примеру, если у него была категория C или D, и ему по состоянию здоровья не положено, то ему выдадут, например, только категорию B, то есть на легковой автомобиль. Если же управление транспортом будет полностью запрещено по состоянию здоровья, то, соответственно, водительские права такого человека будут аннулироваться. Кроме этого, этим же документом предполагается, что с 1 марта 2023 года медсправка водителей будет оформляться в электронном формате, то есть в бумажном виде ее предоставлять ГИБДД нужды не будет. Первое чтение этого документа запланировано уже в ближайшие дни. В случае его подписания и утверждения документ заработает с 1 марта 2023 года. Учитывая, что правительство уже поддержало и одобрило данный законопроект, вероятность его принятия довольно-таки высока. Далее, третий интересный законопроект, который впервые пока что планируется рассматривать в ноябре 2022 года, речь о так называемом законопроекте о штрафах для штрафующих. Инициатором этого документа, опять же, является депутат ЛДПР Ярослав Нилов. Согласно его инициативе, внесенном в Госдуму законопроектом, предлагается дополнить КОАП РФ новой статьей под названием 12.38. Речь в этой новой статье идет об ошибочных штрафах с камер ГИБДД. Наверняка вы все в интернете видели, или, может, кому-то даже лично приходили штрафы ошибочные. То есть, когда в кадр попал, к примеру, другой автомобиль с похожим госномером, либо автомобиль оказался где-то в тени, и ему пришел штраф за пересечение сплошной линии, либо за движение по обочине. То есть, бывает множество таких вариантов, когда, по факту, нарушений не было, но письмо счастья водителю пришло. Учитывая, что даже несмотря на то, что эти штрафы выписываются автоматически камерами, но по факту их все равно подписывают должностные лица госавтоинспекции, прежде чем направить водителю, Ярослав Нилов как раз-таки внес этот законопроект, согласно которому в случае вынесения такого ошибочного штрафа должностному лицу, который утвердил это постановление об административном правонарушении, предлагается самому выписать штраф в размере вынесенного ошибочного штрафа водителю, но не менее чем 5000 рублей. Первое чтение этого документа, как я уже сказал, запланировано на ноябрь 2022 года. И последний законопроект, про который я хотел рассказать в этом видео. В марте 2022 года в Госдуму был внесен проект документа, согласно которому предполагается запрет на высаживание из общественного транспорта инвалидов первой группы в случае неоплаченного проезда. Речь идет о ситуациях, когда инвалид первой группы передвигается на автобусе либо другом общественном транспорте без сопровождающего, и он не оплатил проезд. На сегодняшний день ничто не мешает его высадить, даже несмотря на то, что на улице мороз, неважно от погоды, согласно же этим поправкам, предполагается ввести полный запрет на высаживание таких лиц. Помимо этого, вторым законопроектом, который идет в пакете с первым, предполагается ввести также и штраф за высаживание таких лиц из общественного транспорта. Для водителей штраф составит 5000 рублей, для должностных лиц штраф составит 30000 рублей. Первое чтение этого документа запланировано также на ноябрь текущего года. Вот такая вот информация, а если вам нужно проверить историю транспортного средства, либо разместить объявления на площадках для его продажи, вы можете воспользоваться полезными ссылками под этим видео. Спасибо, что рассмотрели его до конца. Что вы думаете по этому поводу, свое мнение вы традиционно можете поделиться в комментариях. Всем удачи на дорогах и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!